В эфире Город, служба новостей, и мы продолжаем в студии сегодня Светлана Александрова. О красоте либо все, либо ничего, вот на эту тему мы сегодня поговорим с Дедюхиной Ириной Олеговной, врачом-дерматовенерологом, трихологом, косметологом, специалистом по Эйдж-менеджменту. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вижу вы в прекрасном устроении, это очень радует. Ну что, Ирина, давайте знакомиться, в первую очередь давайте познакомим наших телезрителей с вами, расскажите о себе. Привет, друзья, меня зовут Дедюхина Ирина Олеговна, врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог и специалист, как мы уже сказали, по Эйдж-менеджменту. Приехала сюда к вам, в город Калининград из Екатеринбурга, там я закончила Свердловский государственный университет и имею уже опыт работы более 10 лет в дерматовенерологии и косметологии. И мое желание было развиваться дальше, и следующим этапом стал это обучение Эйдж-менеджменту, то есть управлению возрастом. Ну вот плавно мы перешли к этому вопросу, на самом деле звучит очень грандиозно, да, и внушает доверие. Что же такое Эйдж-менеджмент и зачем он, собственно, косметологу и нам всем нужен? Действительно, когда мы говорим о сфере управления возрастом, это никогда не бывает только различные наружные средства в виде крема, ботулотоксина и еще что-то. То есть это не только сугубо косметология и те меры, которые предпринимаем мы извне? Да, здесь идут более глубокие глобальные вещи в том плане, что это определенный протокол питания, который позволяет изменять немедикаментозно ваш гормональный фон, скажем так, повышать гормоны молодости, снижая гормоны старости. Сразу скажу, к ним относятся инсулин и кортизол. Таким образом, работая с интервальным голоданием, с определенными способами и методами физической активности. Далее, это употребляя определенные продукты. И если есть для этого показания, работая на гормональную сферу для выравнивания, мы можем стать качественно другими. Что это значит? Это значит получать удовольствие от жизни, это отсутствие депрессии, это отличное состояние кожи, волос, хорошая либидо. Это радость от каждого дня, блеск в глазах, это то, к чему мы все стремимся. И это совсем качественно новый и нужный каждому продукт. Вот сейчас наверняка глаза наших телезрителей зажглись просто какими-то огоньками и искриками, потому что это то, к чему мы все стремимся. И оказывается, есть название всему этому процессу, и есть люди, которые могут им управлять. Да. Вообще, эта сфера называется превенция, то есть превентивная медицина. Сейчас о ней говорят очень много, потому что мы к этому пришли. И мы хотим, скажем так, профилактировать заболевание, а не лечить то, что уже есть. Потому что вы должны понимать, дорогие друзья, что между сахарным диабетом и метаболическим синдромом, который предшествовал ему, прошло несколько лет. И все эти возможности, когда вы могли восстановить организм, у вас были, вы не смогли воспользоваться всего каких-то обстоятельств. И вот мы будем это исправлять. Ирина, на ваш взгляд, когда нужно обращаться к специалисту по эйдж-менеджменту? Это только возрастная планка? Или с этим специалистом можно идти по жизни рука об руку, начиная с какого-то определенного возраста? Да. Во-первых, к этому специалисту, к дерматологу, приходят пациенты, допустим, с заболеваниями кожи акне. И мы всегда идем с модификацией образа жизни. Невозможно вылечить акне, псориаз, экзему без этого. То есть мы начинаем работать более глубоко и выходим на этап управления здоровьем, красотой и возрастом, если это необходимо. Если мы говорим о избыточном весе, когда приходит пациент, у него могут быть еще и другие жалобы. Это обычно повышенная жирность кожи или падение волос. И мы снова прорабатывая тот запрос, к которому он приходит, мы работаем более глубоко и получаем на выходе совсем другую, уверенную в себе, красивую, очаровательную девушку. То есть это такая уникальная специализация, если в принципе заглянуть внутреннюю, то это много специалистов в одном специалисте. Ну вот по факту, да. Это и специалист, который занимается питанием, какой-то нутрициологией. Это и специалист, который занимается коррекцией веса. То есть вы такая уникальная личность, я бы сказала. Да, но какие-то сложные случаи, особенно если, безусловно, идут с коррекцией с коллегами, это врачи-гинекологи, эндокринологи, диетологи, это безусловно. Но на начальном этапе, да, действительно, все эти схемы есть, они рабочие, они прекрасно работают, и этим можно заниматься. Ну вот мы с вами слегка коснулись уже темы коррекции лица. Существуют ли какие-то золотые стандарты здесь? Да. Вот смотрите, друзья, вообще будем говорить о восстановлении лица, это как о ремонте в доме. Вот когда мы говорим о фудаменте, то есть невозможно выкрасить просто стены, когда он пошатнулся. Это будет обязательно смаз-лифтинг. Это уникальная методика, которая позволяет переместить ткани, подтянуть, восстановить овал лица. И все это без операции, что очень важно, не требует никакой реабилитации. Поэтому номер один – это смаз-лифтинг. Номер два – это ботулотоксин. Этот метод уже существует более 30 лет. И сейчас он очень сильно поменялся в том плане, что мы корректируем не только верхнюю треть. Мы работаем с нижней третью, мы работаем с мышцами шеи. И по факту ботулотоксин позволяет убрать негативные проявления. У нас у всех есть такой мышечный паттерн, и он обычно такой не очень приятный. Это такое недовольное поджатое лицо. И пациент, когда приходит и доктор оценивает все эти моменты, он может подсказать и заблокировать те мышцы, которые отвечают за негативную мимику. Таким образом, пациент, конечно, возвращается в более молодое и вообще прекрасное состояние даже духа. Ну и третьим моментом – это является, конечно же, восстановление костной ткани, когда нам нужно воссоздать утраченные объемы. Здесь это всеми нами любимые, надеюсь, филеры. То есть работая гармонично и красиво, можно не получить гиперкоррекции. Никто не заметит. Вы будете просто хорошо выглядеть, а никому не нужно знать, благодаря кому. Ну почему? Благодаря кому все-таки нужно знать. Я думаю, что именно поэтому вы здесь. Но звучит это идеально. Ну, на самом деле, наверняка и вы, и все мы заметили, что спрос вообще на косметологию, на ЗОЖ растет. На ваш взгляд, почему такой бум прямо сейчас? Во-первых, это соцсети. Безусловно, сейчас получили мы возможность получать лайки, получать просмотры, и вот эту дофаминовую систему свою подпитывать, благодаря тому, как мы выглядим. Во-вторых, у нас появились реальные протоколы того, как, даже сравните, как выглядели женщины в 30 лет, допустим, в начале 20 века, и как выглядели. Сейчас в 30 лет это почти девочка. Даже неправильно говорить, когда там она планирует ребенка, что это старая родящая. Все прекрасно. И гормональная система, и женщина чувствует себя уверенно, и потрясающе. И все только начинается в этом возрасте. Конечно. И когда пациент начинает идти по этому пути, он понимает, какие, собственно говоря, плюшки и бонусы он получает. И он не хочет с него сходить. Поэтому это будет идти и дальше. Но самое главное, это, друзья, все-таки выбрать правильные способы, то есть без надрывов и так далее. А планомерно, шаг за шагом идти к здоровью, красоте. То есть разработать свой путь совместно с специалистом. Да, безусловно. Ну и наверняка один из самых важных вопросов нашей телезрительницы. Как выбрать врача-специалиста и как выбрать клинику? На что обратить внимание вот в этом случае? На ваш взгляд, что здесь первично? Смотрите, друзья, я сейчас, благодаря вообще, опять же, соцсетям, плюсы и минусы не будем говорить. Но есть возможность посмотреть, не только благодаря сарафанному радио, что да, мне хорошо сделали. Вот вы можете зайти на личную страничку, инстаграм и посмотреть, послушать, посмотреть посты, которые пишет доктор. И понять, резонирует вообще ваше видение и видение этого доктора. Вы сразу поймете, ваш этот доктор или нет. И когда вы уже прочитали, посмотрели, получили много полезной информации, вы можете прийти. И это совсем уже другой момент доверия между пациентом и врачом. Здесь я бы сказала, что это в первую очередь. И давайте забудем про все-таки, я отмечу серую косметологию. То есть это должен быть врач, который закончил на дерматовенеролога и затем обучился на косметолога. Врач, который работает в клинике, имеющей лицензию. И самое главное, я бы сказала, в выборе клиники мне очень нравится энергетика. Вот мне нравится энергетика той клиники, в которой я работаю. Там все такое белое, красивое, плюс центр города, легко добираться. И вот эти окна в пол, это вот потрясающе, на мой взгляд. Но вы, конечно, должны подбирать еще и удобство. Но самое главное, это, конечно, своего доктора взять и найти, и уже не отпускать. Ирина, мне кажется, не стоит умалять достоинств вообще личной встречи. У вас сейчас есть возможность обратиться к нашим телезрительницам. Быть может, даже телезрителям почему бы нет. И пригласить их на знакомство с вами лично и на консультацию, на которой они получат ответы на все свои вопросы. Да, друзья, я приглашаю вас на очную консультацию. Я принимаю в клинике Космо Пешино. Она находится в городе Калининград, 9 апреля, 88-А. Также вы можете все информации обо мне, образованиях, мои посты и так далее, прочитать в Инстаграм. Я активно веду эту страничку. И вы точно также можете получить очень много полезной информации и начать менять и трансформировать себя. К тому же, если у вас будут вопросы именно по теме гормонального здоровья, по теме тренировок, по теме питания и так далее, я тоже буду рада вас проконсультировать в этом. Потому что уже такой опыт есть, с очень хорошими отзывами. Поэтому приходите, будем становиться лучше, моложе и красивее. Ирина, спасибо вам за общение. Мне кажется, я уже выбрала своего врача-косметолога. Спасибо большое. Друзья, я вам напомню, что у нас в эфире была Дедюхина Ирина Олеговна, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, специалист по Эйдж-менеджменту. Мы прервемся на небольшую рекламу. Я же, Светлана Александрова, прощаюсь с вами. До свидания.